Аркам ТВ представляет Итак, мы продолжаем наш цикл уроков, посвященных Судному Дню. В конце прошлого урока мы упомянули хадис про три разных вида свитков. И сегодня мы продолжим эту тему, поскольку мы еще не полностью ее охватили. Есть множество других хадисов, где упоминаются свитки или книги, в которых все наши благодеяния и грехи будут записаны. В частности, в некоторых из таких преданий Пророк, ﷺ, советовал нам совершать определенные дела, чтобы мы нашли их в наших свитках в Судный День. Это говорит о том, что существуют дела, которые мы должны делать с намерением найти их в наших свитках в Судный День. В сборнике Ибн Маджа приводится хадис от Абдуллаха Ибн Бусра, что Пророк, ﷺ, сказал... «Туба, лиман وجеда фи сахифатихи стигфаран кафира». «Как же счастливы те люди», или же «Туба», благая весть для тех, кто обнаружит в своих свитках множество покаяний. Заметьте, в этом хадисе он напоминает, что в Судный День мы увидим все наши деяния в свитках. Мы увидим их в Судный День. Так вот, он напоминает нам о том, каким же счастливым будет тот верующий, который найдет множество покаяний в своих свитках в Судный День. В хадисе, переданном в Муснаде имама Ахмада, говорится, что однажды Умар, да будет доволен им Аллах, проходил мимо Тальхи ибн Убайдиллях. Оба они являются знаменитыми и прославленными сподвижниками, одними из десяти обрадованных раем. И Умар обнаружил его грустным и опечаленным. Умар спросил «Что с тобой случилось? Почему ты такой печальный? Что тебя расстроило?». И Тальха ответил «Я слышал, как Пророк ﷺ сказал, «Я знаю одно слово, и если человек в момент смерти произнесет его, он обнаружит свои свитки, свою сахифу, наполненной светом». То есть его сахифа будет излучать свет. Далее Тальха сказал «Но я не знаю этого слова». Итак, что это за слово, про которое Пророк ﷺ сказал, что «Если человек произнесет его в момент смерти, то в Судный день свитки с его деяниями будут сиять или излучать свет?» Умар ибнуль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал «Я скажу тебе, что это за слово». Это те же самые слова, которые Посланник Аллаха ﷺ просил произнести своего дядю Абу Талиба, свидетельство, что нет Бога, кроме Аллаха. Когда Умар, да будет доволен им Аллах, сказала это, вся грусть и печаль тут же покинули Тальху. Он был очень счастлив, что получил это знание от Умара ибнуль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах. У того, кто произнесет слова «Ля Иляха Илля Аллах» в момент смерти, в Судный день, свитки его благодеяний будут сиять и излучать свет. Я прошу Аллаха ﷺ, чтобы моими последними словами в этом мире были слова «Ля Иляха Илля Аллах» Мухаммаду Расулуллах. И вы также попросите Аллаха, чтобы эти слова стали последними словами, которые вы произнесете в этой жизни. Также мы знаем предание, где говорится, что эти слова, то есть свидетельства единобожия, будут в отдельном свитке. Настолько они будут тяжелыми и сильными. Это доказывает хадис о том, что в Судный день придет человек, у которого будет 99 свитков, наполненных грехами. И каждый из них будет настолько длинным, насколько распространяется взор. Эти свитки будут положены на одну чашу весов. Того человека спросят, есть ли у него хоть какие-то благодеяния, но он не сможет вспомнить ни одного благого дела. Затем будет принесена небольшая карточка. Ему будет сказано, на самом деле у тебя есть одно благодеяние. И на этой карточке будет свидетельство «Ля Иляха Илля Аллах». Человек воскликнет «О Аллах, какая польза от этой карточки!» Что она может сделать против 99 свитков с грехами? Это будет карточка размером с визитку. А с другой стороны будут 99 свитков. И тогда Всевышний Аллах скажет «С тобой не поступят несправедливо». Это будет день, в котором не будет никакой несправедливости. Тогда эта карточка будет положена на другую чашу весов. На первой будут поставлены все свитки с грехами. И его вера окажется тяжелее. Карточка со словами «Ля Иляха Илля Аллах» перевесит, и он будет прощен. Разумеется, как говорят наши ученые, это будет исключительный случай, поскольку вера должна сопровождаться благодеяниями, как мы упомянули на прошлой лекции. Суть вышесказанного в том, что все благодеяния того человека заключались в одной карточке, поскольку это единственное, что у него было. А грехи и скверные деяния были в многочисленных свитках. Это также говорит нам о том, что свитки будут разных размеров, в зависимости от количества и качества деяний. Итак, это, что касалось свитков с деяниями. На арабском они называются «сухов», как мы уже упомянули. Теперь мы переходим к следующему вопросу, а именно к хисабу, или расчету. Пару раз я уже ссылался на эту тему в предыдущих лекциях. Опять же, повторюсь, мы не перечисляем каждое из этих событий в хронологическом порядке, и не говорим, что они будут следовать одно за другим. Как будет сказано в дальнейшем, на самом деле расчеты и свитки с деяниями будут происходить параллельно. При этом есть множество аятов и хадисов про расчет, и есть множество аятов и хадисов про свитки с деяниями. Поэтому мы упоминаем их понемногу, один за другим. Хотя если говорить о хронологии, складывается ощущение, что расчеты и вручения свитков будет происходить одновременно. Итак, что же такое аль-хисабы? С арабского языка это слово переводится как расчет. Поэтому математика, точнее один из разделов математики, называется альмуль-хисаб, арифметика. Одно из названий компьютера или калькулятора на арабском звучит как аль-хасуб, то есть расчет в судный день будет непосредственно связан с вычислением, высчитыванием, подсчетом абсолютно каждой вещи, каждого слова и действия. Что же касается самой идеи расчета, то она очевидна. Абсолютно каждое деяние человека, плохое или хорошее, будет подсчитано. Каждое деяние будет досконально проверено, строчка за строчкой, слово за словом. Таким будет хисаб и расчет в судный день. Будут категории людей, чей расчет будет тяжким. И также будут категории людей, чей расчет будет легким. В Коране содержатся десятки аятов, рассказывающих про расчет в судный день. Я призываю вас найти их всех в Коране в следующий раз, когда будете читать Коран от начала до конца. Выделите их. Очевидно, сейчас мы не можем прочитать их все. Однако я все-таки упомяну некоторые из них. Например, в суре «Гафир», в 17-ом аяте, Всевышний Аллах говорит, «Сегодня каждая душа получит только то, что она приобрела. И не будет сегодня несправедливости». Воистину, Аллах скор в расчете. Итак, Всевышний Аллах скор в расчете. Он потребует расчета от абсолютно каждого человека за все, что он совершил. И это произойдет в мгновение ока, поскольку Аллах скор в расчете. Также в Коране говорится, что люди, которые отвергнут Аллаха, не ожидают расчета. Они не желают, чтобы он случился. Также мы узнали, что Всевышний Аллах будет напрямую руководить расчетом. Ни ангел, никакой другой посредник. Только сам Аллах будет проводить расчет каждого человека. Только представьте, дорогие мусульмане, каждый из нас единолично предстанет перед Аллахом, субханху ва-та'аля. Всевышний Аллах будет говорить с нами и проводить расчет всех наших деяний в мирской жизни. Строчка за строчкой, слово за словом. И не будет никого между нами и Аллахом, субханху ва-та'аля. Даже нашему пророку, саля Аллаху алейхи ва салям, Всевышний Аллах напоминает, что не он будет проводить расчет. Это не его задача проводить расчет. Более того, во многих аятах Всевышний Аллах неоднократно говорит пророку, что он всего лишь призывающий, доносящий истину. На тебя возложена только передача откровения, а нам надлежит предъявлять счет. Всевышний Аллах прямо говорит, что именно он будет проводить расчет, а не послание к мере ему и благословению Аллаха. Помимо этого, также есть множество хадисов, в которых упоминается расчет и то, что мы непременно будем рассчитаны в день суда. Например, в известном хадисе из Муснада имама Ахмада, переданном Махмудом ибн Лябидом, сообщается, что наш пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Две вещи ненавидит сын Адама. Он ненавидит смерть, однако смерть лучше для него, чем смута. И он ненавидит, когда у него мало богатства, хотя чем меньше богатства, тем легче будет расчет в судный день». Две вещи ненавистны человеку, смерть и малое количество имущества. Также в этом хадисе посланник Аллаха алейхи салату ассалям упомянул две вещи, которые являются положительной стороной тех двух. Он сказал, «Хотя смерть лучше для верующего, чем смута, верующему лучше умереть, чем подвергнуться испытаниям и смутам». И, субханаллах, какими же правдивыми являются эти слова, дорогие мои мусульмане. Многие мусульмане сегодня страдают от бед и несчастий, страдают от войн, от других тяжких событий и катаклизмов, болезней, даже от повседневных раздражителей, случающихся в жизни. И также есть люди, живущие спокойной, долгой, благополучной жизнью, которым не пришлось сталкиваться со всеми этими трудностями. Разумеется, в этом также есть и милость, и испытания для них. Неважно, трудности окружают человека или благополучие, мы не можем точно сказать, что это – милость или испытания для него. Тем не менее, не быть испытанным и пройти лучше, чем быть испытанным и провалить тест. Поэтому, если вам удастся избежать испытаний и смут, то это будет милостью для вас. Так вот, пророк, салаллаху алейхи ва салям, говорит, что для верующего лучше умереть, чем быть испытанным смутами и не пройти это испытание. Затем он сказал, что сын Адама ненавидит бедность или недостаток имущества. Однако малое имущество проще для расчета. То есть, если человек бедный, значит, его расчет будет более легким. И наоборот, у богатых людей расчет будет более сложным и длинным. Его расчет будет более доскональным и тщательным. Его спросят за каждую копейку, которую он заработал и потратил. А у бедных расчет пройдет быстро. Есть одно слабое предание, но идея, заложенная в нем, достоверная и правильная. Согласно ему, бедные люди зайдут в рай на 500 лет раньше, чем богатые. В этом есть некая доля правды и логики, поскольку богатым людям будет больше за что отвечать. И из-за этого их расчет будет более продолжительным. Что касается бедных людей, проживших более трудную жизнь в этом мире, то если они были праведными и благочестивыми, они войдут в рай раньше богатых, и раньше них будут наслаждаться райскими прелестями и благоденствием в следующей жизни. Итак, вот что представляет собой аль-Хисаб, или расчет в судный день. Это будет подробный отчет и проверка всех наших деяний в мирской жизни. Расчету подвергнется каждый человек из каждой общины. И не только из нашей, что подтверждает многие хадисы. Среди них хадис из Сахиха Муслим, в котором пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, что из общины, жившей до вас, будет человек, который в судный день подвергнется расчету. И не будет среди его деяний никакого благодеяния, кроме того, что он часто давал в долг людям. И он говорил своим помощникам и слугам, что если увидят, что кто-то не может отдать долг, то пусть они простят ему, проявят милосердие, не будут строгими и жестокими с ним, и пусть дают ему отсрочку. И тогда, возможно, Аллах простит и его. И когда наступит судный день, Всевышний Аллах скажет, «У меня больше право проявлять щедрость и мягкость, чем у этого человека. Поэтому я прощаю его». Субханаллах, какой же это прекрасный хадис. Помните, что главная цель этого цикла – это не просто изучение сухих фактов и событий. Все эти знания должны побуждать нас к благим действиям, чтобы наша вера только увеличивалась. И мы как можно лучше подготовились к Судному Дню. Из этого хадиса мы видим, что у того человека не было много молитв, много милостыни. У него не было множество других благодеяний, которые многие люди считают признаками истинной праведности. Однако у него было доброе сердце и добрая душа. И поскольку он был богатым человеком, он часто давал людям в долг. Но, разумеется, он рассчитывал, что ему будут возвращать долги. Это не была милостыня. Несмотря на это, он велел своим слугам прощать и давать отсрочку тем должникам, кто оказался в сложном положении. Он говорил им, не будьте суровыми с ними, проявляйте мягкость, давайте им отсрочку. И, субханаллах, даже такое, на первый взгляд, незначительное благодеяние, но совершенное с искренним сердцем, стало причиной того, что Всевышний Аллах простил его. Ведь Аллах, табаракава тааля, самый щедрый и милостивый. У него больше прав быть прощающим и щедрым, поскольку он милостивый и милосердный. И Аллах простил того человека, поскольку тот прощал других в мирской жизни. Эта история, дорогие братья и сестры, говорит нам о том, что те благие качества, которые вы развиваете в себе, не будут забыты и упущены. И Всевышний Аллах непременно заметит их. Поэтому те, которые проявляют мягкость, милосердие, и те, которые прощают людей и проявляют щедрость по отношению к другим, могут ожидать, что эти же благие качества будут проявлены и к ним в судный день, когда они больше всего будут в них нуждаться. Итак, расчет будет произведен над каждой общиной. Одной из милостей для нашего пророка, саллиллаху алейхи ва салям, является то, что наша умма будет первой общиной, над которой будет произведен расчет. И это очевидная милость, поскольку никто не любит ждать. Все мы когда-то в своей жизни сдавали экзамены. И все мы хотели сразу получить результаты. Никто не любит ждать. Ведь ожидание результатов само по себе является пыткой. Это очень томительно. Никто не хочет находиться в таком вот режиме ожидания. Все мы хотим сразу получить результаты. И те, чьи результаты приходят первыми или быстрее всего, испытывают наибольшую радость. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва салям, сказал, «Мы последние из общин. Однако мы будем первыми, кто подвергнется расчету в день воскресения». В другой версии хадиса говорится, «Мы первые и мы последние». И далее он объяснил, каким образом это возможно. Мы являемся последней общиной в хронологическом смысле. После нас уже не будет других общин с пророками. И мы же будем первой общиной, которая подвергнется расчету, поскольку в сутный день будет провозглашено, где неграмотная община и ее пророк, где умма пророка, не умевшего читать и писать. И тогда мы будем приведены. Итак, это, что касалось расчета в сутный день. В Коране и в Сунне очень много доводов и преданий, указывающих на расчет в сутный день. Небольшой вопрос перед тем, как мы продолжим. Ранее мы говорили про свитки с деяниями, а сегодня мы говорим про расчет. И я уже упоминал про хронологию. Когда же произойдет этот расчет? Некоторые ученые, в том числе такой великий ученый, как Аль-Куртуби и другие, говорят, что расчет наступит после того, как людям будут вручены свитки с деяниями. Согласно их толкованию священных текстов, сначала будет общее представление всех людей, когда Всевышний Аллах будет смотреть на все творения. Затем будут вручать свитки с деяниями. И уже после вручения свитков начнется хисаб, или расчет. Свитки будут вручаться либо в правую, либо в левую руку. И уже после этого начнется расчет. Эти ученые основываются на аяте Корана, в котором Всевышний Аллах говорит. Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, получит легкий расчет. И он вернется к своей семье радостным. То есть складывается ощущение, что когда людям будут вручены свитки, тогда и начнется расчет над ними. Также в качестве доводов они приводят следующий аят. Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, скажет, лучше бы мне не вручали мои книги. И не знать бы мне, каков мой расчет. О, если бы это, то есть смерть в земной жизни, была бы концом всего. Те ученые сказали, что эти аяты явно свидетельствуют о том, что расчет наступит после того, как будут вручены свитки с деяниями. И это определенно является сильным мнением. Другая же группа ученых сказала, что нет, это преувеличение. И эти аяты совсем не указывают на хронологию, то есть на то, что одно произойдет после другого. И что на самом деле вручения свитков с деяниями и расчет будут происходить одновременно, а не одно после другого. И слова «Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, получит легкий расчет», не должны пониматься как то, что сначала будет вручение свитков, а потом уже начнется расчет. Нет, на самом деле Всевышний Аллах, говоря о будущем, обращается к нам в данный момент, что те, кто получат свитки в правую руку, получат легкий расчет. И это не означает, что их расчет будет после того, как они получат свитки. Думаю, это понятно. Говоря по правде, это мнение также является довольно сильным. И лично я склоняюсь больше к нему. Но опять же, у другой стороны также есть сильные доводы. Однако есть один хадис, который все-таки прямо указывает на то, что вручения свитков и расчет произойдут одновременно. Как только свитки будут вручены, в тот же момент произойдет и расчет. То есть, получив свой свиток в правую или в левую руку, человек поймет, ему станет ясно, каким будет его положение, каким будет результат. Что касается аята, где человек скажет, не знать бы мне, каков мой счет, то это будет неверующий, который не будет осознавать весь ужас того, что его ждет впереди. И как только свитки будут вручены ему в левую руку, он уже будет знать свой расчет. Он будет понимать, что это его погибель. Возможно, он будет отрицать это, поскольку ему будет ужасно стыдно. Настолько ему будет неприятно и стыдно. Для него это будет величайший позор. Суть в том, что эти события не обязательно произойдут одно за другим. И в любом случае, Аллах знает лучше, поскольку все эти вопросы относятся к сокровенному знанию. Сейчас давайте поговорим о категориях расчета, вернее, о типах людей, которые подвергнутся или наоборот избегут расчета. Аль-Куртуби говорит, что будут три категории людей. Первая категория это те, которые полностью избегут расчета. Им просто вручат свитки с деяниями. Их не подвергнут никакому расчету. И это, как уже понятно, будет высочайшая категория. О ней упоминается в нескольких хадисах. О том, что будут люди, которые войдут в рай без расчета. Вторая категория это большинство верующих, которых будет ожидать легкий расчет. Именно про них говорится в аяте «фа сау фа юхаа сабу хисаба и я сиро». Тот будет рассчитан легким расчетом. И, наконец, третья категория это люди, которых будет ожидать тяжкий расчет. И, как говорит Аль-Куртуби, такой расчет будет для нечестивцев из числа мусульман, а также для неверующих. Это спорный вопрос, о котором мы поговорим позднее, а именно, будет ли и для неверующих тоже расчет в судный день. У ученых есть разные мнения на этот счет, но Аль-Куртуби считает, что да, будет. Другая же группа ученых считает, что неверующий это неверующий. И поэтому нет смысла считать его благие и скверные дела. Он и так навечно окажется в аду. Нет смысла устраивать для него подобное испытание, ведь он не сделал самого главного, не уверовал в Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому нет смысла считать каждое из его дел. Ему просто вручат его деяния в левую руку и затем бросят в ад. На следующем уроке мы подробнее затронем эту тему, иншаллах. Итак, Аль-Куртуби говорит, что будут три категории людей, которых подвергнут расчету. И о них совершенно прямо говорится в Коране. Вернее, о первой категории говорится не в Коране, а в хадисе. Первая категория это люди, которые войдут в рай без какого-либо расчета. Вторая категория те, кого ожидает легкий расчет. И третья категория те, кого ожидает тяжкий расчет. И относительно каждой из этих категорий можно найти соответствующее подтверждение в книгах. Некоторые ученые говорят, что будет еще одна категория, избранная группа людей. Это пророки. кажутся в отдельной категории. И это очевидно, поскольку это были особенные люди, и на их плечах была гораздо более тяжелая ноша, чем у нас с вами. И за что им придется отвечать? Они будут отвечать за то, как общины относились к ним. Об этом также прямо говорится в Коране. В суре «Аль-Араф», в шестом аяте Всевышний Аллах говорит «…Мы непременно спросим тех, к кому были отправлены посланники, и непременно спросим самих посланников». Получается, у пророков будет отдельный расчет. Также в суре «Аль-Маида», в 109-ом аяте Всевышний Аллах говорит «…В тот день, когда Аллах соберет посланников и скажет, что вам ответили ваши общины». Это будет особенный расчет, касающийся только пророков, исключительной категории людей. У них будут совершенно другие вопросы, не такие, как у нас. И это совершенно понятно. Также из хадиса от Аиши «Да будет доволен ею Аллах», мы узнали, что пророк, саллиллаху алейхи ва салям, часто обращался к Аллаху, субханху ва тааля, с такой мольбой. «Аллахумма хасибни хисабан ясира». «О Аллах, даруй мне лёгкий расчет». Однажды Аиша, да будет доволен ею Аллах, спросила об этой мольбе. «О посланник Аллаха, что означает лёгкий расчет?». А в другом хадисе из сборника Аль-Бухари пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, «Тот, с кем будет обсуждаться расчет, будет наказан». Мы говорили, что здесь речь идет об очень тщательном, доскональном расчете. Так вот, у кого будет такой интенсивный и тяжелый расчет, тот будет наказан. Само это уже будет разновидностью наказания. Когда Аиша услышала эти слова, она удивилась и спросила, «А разве Аллах не сказал в Коране, что верующих ожидает лёгкий расчет? Почему же будет тщательное обсуждение деяний и наказания, когда Аллах говорит, что у верующих расчет будет лёгким?» И пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, «Это, то есть лёгкий расчет, будет всего лишь представлением деяний. Это будет лишь общая, поверхностная проверка. А для того, чей расчет будет обсуждаться, и кого заставят отчитываться за каждое деяние, это само по себе будет наказанием». В другой версии хадиса приводится, что пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, что под лёгким расчетом имеется в виду, что на книгу деяний человека лишь взглянут, и затем она будет пропущена. Если же у кого-то деяния будут досконально проверяться, тот и будет наказан. Если говорить о мирской жизни, то все мы хорошо знаем, что такое лёгкий расчет. В некоторых странах специальные органы проверяют ваши налоги. И бывают годы и периоды, когда не проводится проверка. О, Аллах, пусть всегда будут такие периоды. Сотрудники просто бегло проходят по документам, пишут везде проверено, расписываются где надо и уходят. Это и есть лёгкий расчет в мирском понимании. Но бывают годы, когда налоговая хорошенько берется за вас. Её сотрудники устраивают вам доскональную проверку. А это что за цифры? А вот это откуда взялось? Весь этот процесс сам по себе является наказанием и мучением. Теперь представьте себе, если мы так переживаем из-за ежегодных налоговых отчислений государству, то что говорить про каждое деяние, совершенное за год или за всю жизнь, за которое нам придется отвечать в сутный день перед Аллахом, субханху ва-та'аль. Никто не захочет через это проходить. За каждый день, за каждый прожитый час, за каждую потраченную или заработанную копейку. Только представьте себе. О, Аллах, только к Тебе мы прибегаем за помощью. И мы просим Тебя, о, Аллах, даровать нам лёгкий расчет. Мы точно не захотим, чтобы нас спрашивали обо всём, что мы совершали в течение жизни. Также мы узнали, что будет особенная, элитная группа людей, которые полностью избегут расчета в сутный день. И это прекрасная цель, к которой мы все стремимся. Я уже упоминал этот хадис ранее, и сейчас мы его повторим, поскольку в нём содержится очень важная информация для всех нас. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, говорит, Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Мне были показаны все общины в сутный день. И я увидел Пророка, с которым была маленькая группа людей. Затем я увидел другого Пророка, с которым были один или двое мужчин. И затем я увидел Пророка, рядом с которым не было никого, ни одного последователя. Затем мне была показана огромная толпа людей, и я подумал, что это моя умма. Но мне сказали, «Нет, это Пророк Муса и его община». Потом мне было сказано, «Посмотри на горизонт». Я посмотрел туда, и оказалось, что там огромное количество людей, которые закрывали собой весь горизонт. И мне было сказано, «Это твоя община». И 70 тысяч человек из них войдут в рай без какого-либо расчета и без какого-либо наказания. Услышав этот хадис, знаменитый сподвижник Уккаша ибн Мехсан встал и спросил, «Отношусь ли я к их числу, о посланник Аллаха?» Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Да, ты из их числа». А потом со своего места поднялся другой человек и спросил, «Отношусь ли к их числу я?» И посланник, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Уккаша опередил тебя в этом». Эта фраза стала крылатой в арабском языке, и она сейчас означает ситуацию, когда слишком поздно что-то делать, ничего уже не вернешь. Но, разумеется, слова «Уккаша опередил тебя в этом» имеют прекрасную предысторию. Так вот, я уже упоминал этот хадис, когда мы проводили цикл лекций про загробную жизнь. И тогда мы сказали, что их будет не только 70 тысяч, а намного больше. В одном предании говорится, что на каждую тысячу будет еще по 70 тысяч, а в другом предании говорится, что Всевышний Аллах наберет пригоршни людей и дарует их пророку, салаллаху алейхи вассалям, и все они тоже войдут в рай без расчета. И так это будут самые лучшие из верующих. И они войдут в рай без какого-либо расчета. И именно этого мы все желаем. Мы не хотим подвергнуться даже легкому расчету, поскольку мы знаем, что на высшем уровне будут те, кто будут в принципе избавлены от любого расчета. И меньше этого будет легкий расчет, как мы уже сказали. Также еще одной прекрасной, просто великолепной новостью для нас является то, что для верующих расчет будет происходить тайно, а не публично. В то время как расчет для неверующих, которые отвергли Аллаха, а также расчет для притеснителей, будет публичным и унизительным. Упаси нас, Аллах. Мы прибегаем к защите Аллаха от этого. Но представьте, что в Судный день приведут человека, и начнется его расчет. И все вокруг будут слышать про его грехи и какие-то постыдные дела. Все будут знать, что совершил этот человек, какие грехи и мерзости он делал. Какой же это великий позор и унижение. Поэтому мы просим Аллаха, субхану и тааля, защитить нас от унижения в этом и в следующем мирах. А унижение и позор в следующей жизни будет неизмеримо хуже и больнее. Ведь унижение и позор в Судный день означает, что Всевышний Аллах полностью лишит человека своей милости, да упасет и да сохранит Аллах от этого. И наоборот, удостоиться защиты и избежать унижения это величайшая милость от Аллаха, субхану и тааля. Есть один прекрасный хадис в сборнике имама-муслима. Это поистине очень трогательный и эмоциональный хадис. Его передает Ибн Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом. Однажды, когда Ибн Умар совершал обход вокруг Каабы, к нему подошел один человек, схватил его за руку и сказал, «Расскажи мне хадис, который ты услышал от пророка, салаллаху алейхи ва салям, про наджуа». Наджуа – это что-то вроде тайной личной кабинки, палатки или покрывала, которая покроет верующего в Судный день во время его расчета. Всевышний Аллах будет отчитывать своего раба, который будет скрыт от глаз других людей. Слово наджуа с арабского языка переводится как «тайная личная беседа». Всевышний Аллах говорит в Коране «Нет блага во многих из их тайных бесед кроме таких, когда кто-либо повелевает давать милостыню или совершать доброе дело или примерять людей». В этом аяте слово наджуа переводится как «тайная беседа» или «тайное собрание». И это считается нежелательным делом, кроме тех случаев, если в таких беседах призывают к благому или примеряют людей. В Судный день также будет некий вид наджуы – тайной беседы, и она произойдет между Аллахом и Его рабом. Так вот, тот человек услышал, что Ибн Умар передает этот хадис. Поэтому он прибежал к нему и сказал, «Ибн Умар, расскажи мне хадис про наджуу, который ты услышал от пророка, саллаллаху алейхи ва салям». Ибн Умар сказал, «Я слышал, как пророк, саллаллаху алейхи ва салям, сказал, «Верующий будет приближен к Господу своему в Судный день, дабы он покрыл его своей милостью и дабы тот признал свои грехи». Всевышний Аллах спросит, признаешь ли ты такой-то грех? Признаешь ли ты такой-то грех? Он ответит, признаю, о Господь мой. И человек станет признавать каждый свой грех, который он совершил. И затем он подумает, что все, он уже пропал. Всевышний Аллах спросит его, есть ли у него какое-то оправдание за эти грехи? И тот человек ответит, «Нет, у мой Господь, у меня нет никакого оправдания». И тогда Всевышний Аллах скажет, «Мои свидетели из числа ангелов все правильно записали, или же они обманули?» И человек ответит, «Нет, Господь мой, они не солгали. Они все правильно записали». И он снова решит, что пропал, поскольку все его грехи были упомянуты и показаны ему. И тогда Аллах, субханаху ва та'аля, скажет, «Поистине, я покрыл тебя в земной жизни, не став позорить тебя перед творениями. Я прощаю тебе эти грехи сегодня». Мы просим Аллаха скрыть наши грехи в судный день и простить нас. Далее в хадисе говорится, «И ему будет вручен свиток с записью его благих дел, и он возьмет их в правую руку». Это очень красивый, трогательный и важный хадис. По многим причинам. Он дает нам понять, что даже верующий будет подвергнут расчету. Всевышний Аллах говорит про таких в Коране. Есть и другие люди, которые признались в своих грехах, они смешали праведные поступки со злыми. Возможно, Аллах примет их покаяние. Воистину, Аллах прощающий и милосердный. Аллах, субханаху ва та'аля, подвергнет их тщательному расчету. Но поскольку у них также будут и благие дела, и поскольку они будут обладать верой и благочестием, то в судный день Всевышний Аллах покроет их особым покрывалом, чтобы, когда будут выявляться их грехи, они не были опозорены перед всеми другими людьми. Затем Всевышний Аллах скажет, «Поистине, Я покрыл тебя в земной жизни, и Я прощаю тебе эти грехи сегодня». Поскольку Аллах, покрывающий грехи своих рабов в этом мире, Аллах будет знать о ваших грехах. Вы сами будете знать и признавать их. Однако все остальные люди так и не узнают о ваших грехах. И не узнают они о ваших грехах только потому, что Аллах по Своей милости скрывал все ваши грехи от глаз других людей. Даже ваши ближайшие родственники, ваши друзья, даже ваша супруга или супруг не будут знать о ваших грехах, если Аллах скроет их в этом мире. И так же, как Аллах скроет их в этом мире, в судный день Он также их скроет. И затем этому человеку будут вручены деяния в правую руку. Кстати, этот хадис ясно указывает на то, что свитки с деяниями будут вручаться сразу после расчета. Все это будет в одно и то же время. Вручение свитков с деяниями и расчет будут происходить почти одновременно. И в хадисе прямо говорится об этом. Даже если говорить с логической точки зрения, это имеет смысл. Ведь вручение свитков в правую или левую руку уже будет означать, что вы прошли главное испытание или же провалили его. Поэтому можно предположить, что расчет будет проводиться в то же время, что и вручение свитков с деяниями. Что касается неверующих и лицемеров, то перед всем человечеством будет объявлено. Это те, которые возводили ложь на их Господа, проклятие Аллаха над беззаконниками. У Ибн-Кассира есть труд, посвященный Судному Дню. В разделе об описании Судного Дня он приводит сообщение от Ибн-Абид-Дуньи, одного из ранних ученых по хадисам. Это хадис, переданный Абу-Хурейрой. И он похож на хадис от Ибн-Аумара, но он более подробный. В Судный День Всевышний Аллах приблизится и покроет своих рабов. Затем Аллах даст книги с деяниями своим рабам и скажет, читайте свои книги. И каждый раз, как человек будет находить благое деяние, его лицо будет светиться. Он будет благодарить Аллаха, субханаху тааля, и падать ниц. И каждый раз, как он будет наталкиваться на грех, ему будет стыдно, его сердце будет содрогаться, его лицо будет чернеть от страха. Аллах, субханаху тааля, скажет ему, есть ли у тебя оправдание? И человек ответит, нет, о мой Господь. И тогда Всевышний Аллах скажет, знай, что я простил тебе. И расчет будет окончен только после того, как весь список будет завершен. А люди с внешней стороны этого покрывала увидят только то, что он упадет в земном поклоне, однако они не услышат о его грехах и позорных вещах, пока в конце концов не будет объявлено, что он попадет в рай. Я вкратце привел вам это предание. Суть его в том, что у некоторых верующих тоже будет сложный и доскональный расчет. И в этом будет некоторая доля наказания и мучения. Мы уже упоминали хадис, что тот, кого подвергнут суровому расчету, тот будет наказан. Однако это не обязательно значит, что такой человек попадет в ад. Совсем нет. Поскольку будут люди, совершавшие грехи, однако они не заслужат попадания в адский огонь. Либо же Всевышний Аллах простит их благодаря их благим деяниям. Тем не менее, они подвергнутся некоторым болезненным испытаниям, и цель этих испытаний в том, чтобы благодаря им их грехи были стерты. И одно из таких испытаний, которое окажется очень тяжелым, будет заключаться в том, что человек будет отвечать за каждый свой грех. И он должен будет объяснять и оправдываться, почему он его совершил. Хотя в конечном итоге Всевышний Аллах простит его благодаря его добрым делам. Но в тот момент, разумеется, человек не будет знать об этом. И прямо перед ним будут стоять люди, которых также подвергнут суровому расчету. И затем их будут хватать и бросать в адский огонь. Упаси нас Аллах от этого. Человек не будет знать, что с ним будет. Хотим ли мы оказаться в этой категории? Конечно, нет. Мы хотим либо получить легкий расчет, когда вам просто вручат свитки, и не будет подробного и скрупулезного расчета. Или еще лучше вообще избежать расчета. Это наивысшая степень. Такова наша цель. Мы не хотим быть среди тех, кого ожидает суровый и тяжелый расчет. Однако Пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорит нам, что даже у такой категории есть надежда. Нет такого, что все, у кого будет тяжкий расчет, те автоматически попадут в ад. Да, будут среди них люди, которые ответят за свои злодеяния. Но также у них будет немало благодеяний. И Всевышний Аллах устроит для них тяжкий расчет, который сам по себе станет для них мучением и наказанием. И когда он завершится, их наказание также закончится. И Всевышний Аллах скажет им, «Я простил вас, ступайте в рай». Аль-хамдулилях, это прекрасный итог. Но мы предпочитаем сразу попасть в рай. Давайте узнаем еще несколько тем, связанных с расчетом. Еще два хадиса, в которых говорится о двух самых главных вопросах, за которые нас спросят в судный день. В сборнике Аль-Бухари приводится хадис, в котором пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Первое за что будет произведен расчет между людьми в судный день – пролитие крови». О чем здесь говорится? Здесь имеется в виду убийство человека. Упаси нас Аллах от этого. Таким образом, убийцы будут первой категорией людей, которые будут отвечать перед Аллахом. И если таким будет положение человека, совершившего одно убийство, то как вы думаете, что ждет всех тех тиранов, несправедливых королей, считавших себя могущественными и несокрушимыми? Всех тех диктаторов, уничтожавших сотни тысяч и даже миллионы своих сограждан? Каким будет положение всех тех империй, уничтожавших сотни тысяч и миллионы невинных людей? Неужели вы думаете, что все это не вернется к ним в судный день? Если даже за одно убийство человек будет сурово отвечать перед Аллахом, и это будет первый расчет, то что вы думаете постигнет тех, кто убил миллионы людей и даже больше? Что вы думаете постигнет тех, кто мучил ученых и бросал их в тюрьмы? Что насчет тех, которые убивали невинных мусульман без какой-либо причины, только за то, что те отстаивали свою честь или свою землю, или свое имущество, в то время как злобные тираны хотели забрать это у них? Всем этим людям придется отвечать перед Аллахом, и поистине Аллах скоро в расчете. Мы оставляем этих людей на суд Всевышнего Аллаха, однако им следует покаяться перед Аллахом, пока не будет слишком поздно. Это касается всех нас, если мы совершили хоть малейшую несправедливость и притеснение в отношении других людей. И в первую очередь это касается самого худшего притеснения, пролития крови невинных людей. Первое, за что будет произведен расчет в судный день, это за пролитие крови. В другом хадисе говорится, что пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, первое из деяний, за которое будет спрошен раб в судный день, это намаз. Первое, за что будут отчитывать человека в судный день, это его молитва. И если его молитва будет в порядке, то и весь остальной расчет тоже будет легким, и он будет спасен. А если его молитва не была в порядке, то и все остальное будет погублено и потеряно. Есть ли здесь некоторое противоречие? В одном хадисе говорится, что первое, за что будет расчет, это пролитие крови. А в другом хадисе сказано, что первое, за что будет спрошено, это молитва. Нет, здесь нет противоречия. Поскольку в первом хадисе говорится про первый расчет, который произойдет между людьми. А во втором хадисе говорится про расчет между человеком и его обязанностями перед Всевышним Аллахом. То есть расчет будет между нами и Аллахом. И также будет расчет, в котором мы будем отвечать за то, что делали в отношении других людей. Также из второго хадиса мы узнали про один из самых сильных и действенных способов удостоиться легкого расчета. Еще раз, это самый сильный и эффективный способ. И в этом хадисе четко говорится об этом. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, первое из деяний, за которое будет спрошен раб в судный день, это намаз. Теперь послушайте еще раз. Если ваша молитва будет в порядке, то и все ваши дела будут в порядке. Аллах пропустит их, если пожелает. А если ваша молитва совершалась как попало, то все остальные ваши дела также будут в расстройстве. Если мы будем усердны и постоянны в молитве, если будем правильно и как положено совершать все пять обязательных молитв, со всеми их столпами, со смирением, если будем прилежно выстаивать все молитвы, то, иншаллах, мы окажемся среди тех, кто удостоится легкого расчета, при условии, что мы не совершили никакого зла и притеснения другим людям, поскольку это уже совершенно другая категория расчета. Если мы никого не притесняли и наш расчет будет связан с делами между нами и Аллахом, субхану тааля, то мы можем надеяться, хотя при этом очень боимся наказания, мы можем надеяться, что с позволения Аллаха у нас будет легкий расчет. Но если мы были беспечны в молитве, то в Судный день это обернется огромной проблемой для нас. И все остальные наши дела также окажутся под угрозой. Есть еще предание, где упоминается, о чем именно нас будут спрашивать в Судный день. Например, в суре Аль-Хиджр Всевышний Аллах говорит «Клянусь Твоим Господом», мы непременно всех их спросим о том, что они совершали. То есть, во время расчета мы будем спрошены про наши деяния, о том, что мы совершали в мирской жизни. Также мы будем спрошены про милости, которые Аллах даровал нам. Опять же, братья и сестры, помните, что будут разные категории людей, которые подвергнутся расчету. Будет категория, которая вообще избежит расчета. И будет категория, у которой будет легкий, поверхностный расчет. Мы же сейчас говорим про третью категорию, про тех, чьи деяния будут тщательно проверяться. Они будут спрошены за каждое свое деяние. Также они будут спрошены за каждое благодеяние, за каждую милость, полученную ими. В «Сахих Муслима» и других сборниках приводится один прекрасный хадис, у которого множество версий и дополнительных подробностей. Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, а также Абу Бакр и Умар оказались очень голодны. Им буквально было нечего есть. Они вышли на улицу, это было уже обеденное время, а они так и не нашли себе что-нибудь поесть. Наконец, один сподвижник увидел их, заметил, что они голодны, и сразу же пригласил к себе домой. Он зарезал для них животное, угостил мясом и другой едой. Абу Бакр и Умар поели и поблагодарили Аллаха. И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Клянусь тем, в чьей длани моя душа». «Вы непременно будете спрошены об этой милости в день воскрешения». Вы вышли из своих домов голодными, а возвращаетесь вы только после того, как ваши животы наполнились этой милостью. Ключевая фраза здесь – это вы будете спрошены за эти милости в день суда. Таким образом, в хадисе прямо говорится, что мы будем спрошены за все милости, которые Аллах даровал нам, и за то, как мы их использовали. В суре Ат-Такасур Всевышний Аллах говорит «В тот день вы будете спрошены о благах». А в суре Али-Исра, в 36-м аяте, Всевышний Аллах говорит «Воистину слух, зрение и сердце». Все они будут призваны к ответу. Всевышний Аллах спросит нас, «Разве я не даровал тебе разум? Разве я не даровал тебе слух, зрение?» Мы будем спрошены об этом в сутный день. В хадисе, переданном Абу Барзой аля Саламий, Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал «Раб Аллаха не сойдет со своего места в сутный день до тех пор, пока его не спросят о пяти вещах». О его жизни, как он ее прожил, о его знаниях, что он с ними делал, о его богатстве, как он его приобрел и на что расходовал, и о его теле, о его здоровье, для чего он их использовал. Это пять вопросов, которые мы должны запомнить. Представьте, что вы заходите в аудиторию в начале года, и первое, что дает вам ваш профессор, это вопросы итогового экзамена. Он говорит вам, вот эти вопросы. Если ты ответишь на них, ты сдашь экзамен. Можно представить, что кто-нибудь после этого провалит экзамен? Так вот, Всевышний Аллах уже дал нам вопросы нашего итогового экзамена. Мы знаем их. Первый из них – это ваша жизнь и как вы обращались с ней. Второй – ваши знания и насколько они согласовались с вашими действиями. Третий вопрос – как вы зарабатывали ваши деньги. Четвертый – на что вы их тратили. И пятый вопрос – ваше тело, ваше здоровье. Как вы его использовали? Вот эти пять главных вопросов, о которых Аллах нас спросит. В сборнике от Тирмизи также приводится хадис, в котором пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, первая милость, за которую человек будет спрошен в судный день, это его здоровье. Всевышний Аллах спросит его, «Разве мы не даровали тебе здоровое тело? Разве мы не даровали тебе холодную воду, чтобы ты мог ее пить? Мы даровали тебе все, в чем ты нуждался. Как же ты распорядился своей жизнью?» Это еще одно прямое и ясное предание, указывающее на то, что Всевышний Аллах спросит нас за каждую милость, дарованную нам. Есть еще более длинный хадис в Сахих Муслима. У нас не будет времени рассказать его целиком, приведу лишь краткое содержание. Абу Гурейрадо, «Будет доволен им Аллах», приводит хадис от пророка, салаллаху алейхи вассалям, который сказал, «Всевышний Аллах обратится к человеку в судный день». О такой-то! Разве я не был щедр к тебе? Разве я не даровал тебе богатство? Разве я не даровал тебе потомство? Разве я не подчинил тебе верблюдов и лошадей? Разве я не даровал тебе возможность вкусить наслаждение брака? И человек ответит, «Да, мой Господь, Ты сделал это все». Тогда Всевышний Аллах скажет, «Помнил ли ты о встрече со мной?» Человек ответит, «Нет, Господи». И тогда Всевышний Аллах скажет ему, «Сегодня я забуду тебя так же, как ты забыл меня». Это очень ясный и прямой хадис. Такой человек не думал про Аллаха, не думал про следующую жизнь. И даже если у него была благополучная мирская жизнь, даже если он старался совершать добро в этом мире, он не задумывался о более высоких целях, он не задумывался о вечной жизни. Такой человек пребывал в состоянии беспечности. И поэтому так же, как он пренебрег более высокими целями, пренебрег вечной жизнью, так же и Всевышний Аллах предаст его забвению в Судный день. Затем явится другой человек, и ему будут заданы те же самые вопросы. Но этот человек скажет, «Господь мой, я уверовал в Тебя, я поклонялся Тебе, уверовал в Твоего пророка, я молился, я опостился, давал милостыню и совершал как можно больше благодеяний. И тогда будут явлены его благодеяния, и он войдет в рай». Суть в том, что оба этих человека будут спрошены Аллахом, Велик Он и Возвышен. Разве им не было даровано то-то? Разве не было даровано это? И это тоже станет одним из этапов расчета. Также мы узнали, что некоторые категории людей будут подвергнуты расчету раньше других. Расчет не будет происходить одновременно для всех. Некоторые категории людей будут спрошены раньше, чем другие. Возможно, самый знаменитый хадис по этой теме это хадис из «Сахих Муслим». Это хадис, который должен ужасно напугать всех нас, поскольку в нем говорится о том, кто совершает деяния без искренности. И он будет наказан прежде остальных. Это знаменитый хадис от Абу Гурейры, в котором наш пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал. Он спрашивал Абу Гурейру, «Знаешь ли ты, кем будут первые три человека, которых будут судить в судный день?» Абу Гурейра ответил, «Аллах и его посланник знают лучше». Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Поистине, первыми из людей, кого будут судить в судный день, окажутся трое. Первый человек, павший в сражении на пути Аллаха. Его приведут, и Аллах напомнит ему о своих милостях, и он признает их». А потом Аллах спросит, «И что же ты сделал в благодарность за них?» Он ответил, «Я сражался ради тебя, пока не погиб». То есть, на твоем пути, как шахид. Аллах скажет, «Ты лжешь. Ты сражался не ради меня. Ты сражался для себя, чтобы люди хвалили тебя и говорили, «Храбрец». И они говорили так. И поэтому твоя награда была у них. Это то, что они говорили». Затем относительно этого человека будет отдано повеление, и его поволокут лицом вниз, чтобы ввергнуть в ад. Затем будет приведен человек, который приобретал знания, обучал ему других и читал Коран. Просим Аллаха не сделать нас из этой категории, о которой сейчас пойдет речь. И Аллах напомнит ему о своих милостях, и он признает их. А потом Аллах спросит, «И что же ты сделал в благодарность за них?» Он ответит, «Я приобретал знания, я обучал ему других и читал Коран ради тебя». Аллах скажет, «Ты лжешь, ибо учился ты не ради меня, а только ради того, чтобы люди говорили знающий. И ты читал Коран только ради того, чтобы люди говорили чтец, и они говорили так. Поэтому получай свою награду от них». И третьим человеком будет тот, кто щедро расходовал свои деньги, всегда кормил бедных, помогал больным. И Аллах напомнит ему о своих милостях, и он признает их. А потом Аллах спросит, «И что же ты сделал в благодарность за них?» Он ответит, «Я не упускал ни одной возможности потратить дарованное так, как это угодно тебе». Аллах скажет, «Ты лжешь, ибо ты делал это не ради моего довольства, а только ради того, чтобы у тебя была хорошая репутация, и люди говорили щедрый». И они говорили так, поэтому иди и получай свою награду от них. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О Абу Хурейра, это будут первые три человека, которых будут судить в судный день». Таким образом, расчет в судный день будет проводиться над разными категориями людей. И для некоторых людей, например, для уммы пророка, салаллаху алейхи вассалям, ранний расчет будет милостью, а для некоторых людей это будет наказанием. Все будет зависеть от того, в каком они будут положении. И мы уже говорили на прошлом уроке про свидетельства и свидетелей во время расчета. И сейчас я бы хотел упомянуть про них перед тем, как мы закончим. В судный день будут приведены свидетели, которые будут давать показания против того или иного человека. Так же, как в типичном суде в этой жизни, в судный день тоже будут показания и свидетельства. Будут главные вещественные улики, веские доводы, главные свидетели в каждом судебном процессе. И судить будут за фактические дела, либо за эффекты от этих деяний. Свидетелями будут конечности и органы человека. На прошлом уроке мы приводили аят, в котором Всевышний Аллах говорит в тот день, когда их языки, руки и ноги будут свидетельствовать против них о том, что они совершили. Сегодня мы запечатаем их уста. Их руки будут говорить с нами, а их ноги будут свидетельствовать о том, что они приобретали. В суре Фусылят Всевышний Аллах говорит, что даже кожа человека будет свидетельствовать против него. И когда он воскликнет, почему вы свидетельствуете против меня, кожа и другие органы ответят, тот, кто позволил тебе говорить, также позволил говорить и нам в судный день. В Сахихе Муслима приводится хадис, в котором один человек обратится к Аллаху в судный день. «Я не признаю свидетельства ни ангелов, ни кого бы то ни было еще, кроме себя». Всевышний Аллах спросит, «Будешь ли ты доволен, если я приведу свидетеля?» Тот человек скажет, «Да». И про себя он уже решит, что не примет никакого свидетеля. И тогда Всевышний Аллах сделает его самого свидетелем против самого себя. И как он после этого сможет отказываться, когда его собственные руки и ноги начнут говорить. И это будут самые точные и правдивые свидетели. Также доводом в судный день будет сам Коран. Ведь Коран является доводом за нас или против нас. Он будет свидетельствовать за или против каждого человека. Еще, согласно некоторым толкованиям, Земля и то, что на ней, будут свидетельствовать за или против людей. В качестве довода ученые привели суру «Аз-Заль-Заля», где Всевышний Аллах говорит, «Когда Земля содрогнется от сотрясений, когда Земля извергнет свою ношу, и человек спросит, что же с нею, в тот день она расскажет свои известия, потому что Господь твой внушит ей это». То есть то, что происходило на ней. И что за известия она расскажет? Далее в суре говорится, «Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его». И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его. Таким образом, известиями или новостями Земли будут деяния людей, которые совершались на ней. Также в одном из хадисов говорится, что все, кто услышали «Аз-Заан», услышали голос Муэззина, непременно будут свидетельствовать за него в судный день. Также за тех, кто произносил «Ляббайк Аллахума ляббайк», будут свидетельствовать каждый камень и каждое дерево, услышавшие эти слова. Отсюда мы понимаем, что во время расчета в судный день будут доказательства, и также будут свидетели и свидетельства. Что касается доказательств и доводов, то это будет либо Коран, либо вещи, которые видели что-то и которыми совершалось что-то. Что же касается свидетелей, то у некоторых людей их тела и органы тела будут свидетелями против них. Все это будет происходить во время расчета в судный день перед тем, как будут вручены свитки с деяниями. Итак, мы прошли такие темы, как представление людей в судный день, пришествие Аллаха, , обращение Аллаха к Его рабам, а также мы подробно рассказали про «Аль-Хисаб» – расчет в сутный день и про свитки с деяниями. Вот темы, которые мы уже успели пройти. С позволения Аллаха, на следующем уроке мы продолжим рассказывать про сутный день. И следующий наш урок будет посвящен «Аль-Хауду» и «Аль-Мизану» – весам в сутный день. И в завершение я бы хотел напомнить самому себе и всем вам этот прекрасный хадис, в котором Пророк, ﷺ, после молитвы часто произносил следующую мольбу. «АЛЛАХУММА ХАСИБНИ ХИСАБАН ЯСИРА» «О Аллах, даруй мне легкий расчет». Мы также должны регулярно повторять эту мольбу, настолько часто, насколько можем, поскольку все мы желаем получить легкий расчет в сутный день, когда свитки с нашими деяниями будут вручены нам в правую руку, и нам не потребуется открывать их и отчитываться за каждое деяние в них. Такова наша цель. И самый главный и эффективный способ достичь этой цели – это выстаивать молитву, свершать молитву вовремя, как положено, соблюдая все ее столпы, все обязательные и желательные действия, а также проявлять смирение в молитве. Если мы сможем так сделать, и при этом мы сохраним свой язык и свои руки от причинения вреда другим людям, то, иншааЛлах, мы окажемся из тех, кто удостоится легкого расчета. «О Аллах, сделай так, чтобы нашими последними словами были «ля илях илляллах». «О Аллах, вручи нам свитки с нашими деяниями в правую руку». «О Аллах, даруй нам легкий расчет в сутный день». «О Аллах, сделай нас из числа тех, которые войдут в рай без расчета и без каких-либо мучений». До встречи на следующем уроке, иншааЛлах. Ассаламу алейкум ва рахмату Аллахи ва баракатуху. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами!